День с толком В Алтайский край поступила первая партия вакцины от коронавируса. Кто станет добровольцем? День города или день пробок? Чем запомнится юбилей краевой столицы в этом году? Имеет все шансы на полноценную жизнь и счастливый брак. История лебедя, который потерял крыло и учится заново доверять людям. Завтра в Барнауле официально стартует отопительный сезон. Соответствующее постановление подписал накануне глава города Вячеслав Франк. Первыми тепло получат детские сады, школы, медицинские учреждения. Отметим, что часть социальных объектов уже подключили к отоплению. В мэрии отмечают, что если после старта сезона батареи в домах не потеплеют, барнаульцы могут обратиться в свою управляющую компанию или дежурные службы города. Еще одна вспышка коронавируса в Алтайском медучреждении. На этот раз в Центре травматологии. Информацию подтвердили в Роспотребнадзоре. О количестве зараженных не сообщается, но известно, что заболели и медики, и пациенты. Будет закрыто одно из отделений. Отметим и внезапный прирост ковидных жителей края. Вторые сутки подряд в регионе фиксируется по 73 заболевших коронавирусом. За один день умерло 7 пациентов, которым был поставлен диагноз COVID-19. Итого уже 431 смерть от новой инфекции. Увеличилось и количество тяжелобольных. Их 144. На аппарате ИВЛ 64 жителя края. Сегодня общее число заболевших коронавирусом в регионе перевалило за 13 тысяч. А именно заразились 13 тысяч 60 человек. Из них почти тысяча пациентов продолжает лечение. И тем временем на Алтай поступила первая партия вакцины от коронавируса. 42 дозы. Партию можно назвать пробной. По словам министра здравоохранения Дмитрия Попова, с ее помощью сотрудники отследят логистику поставок, учтут все особенности ее транспортировки и хранения. Для препарата должны создать температуру в минус 20 градусов. Уже к этой среде, заверил министр, вакцинацию пройдут первые добровольцы. Добровольцы из числа медицинских работников. Сегодня мы отбираем это количество и планируем к среде осуществить централизованную вакцинацию. После этого будет осуществлен мониторинг за состоянием, персонифицированный мониторинг за состоянием всех привитых для того, чтобы оценить как раз таки прививку и ее действия. Также он добавил, что уже подписано соглашение о поставке следующей партии в 2000 доз в течение трех недель. Испытают ее на себе представители сфер здравоохранения и образования с учетом показаний и противопоказаний, добавил Попов. Кроме того, министр заявил, обращение из-за потенциального коронавируса стало больше. Поэтому сейчас вместо 250 КТ в сутки делают 425 обследований. По его словам, на Алтае зафиксирован рост числа пневмоний, а также вирусных пневмоний. Однако не всегда это означает, что пациенты больны коронавирусом, заметил Дмитрий Попов. А теперь о главном событии минувших выходных. Десятки тысяч барнаульцев, несмотря на прохладную погоду, отметили юбилейный день рождения Барнаула. Посмотреть было на что в фестиваль национальных культур, соревнования биатлонистов, душевные песни и интересные выставки. Подробности в нашем сюжете. В национальных костюмах и за душевными песнями украинцы, белорусы, азербайджане, рукодельницы и гончары с познавательными мастер-классами. В день города нулевой километр стал центром притяжения горожан. Они оделись потеплее и окунулись в праздничную атмосферу, по которой так долго скучали. Все классно. Интересно. Много людей. Весело так. Бокс хотим еще посмотреть. Как у вас настроение? Отличное настроение. В прошлом посмотрела как национальный секретам. Понравилось. Очень красиво. Праздничное. В этом году народу, несмотря на ситуацию, гораздо больше, чем было в прошлом году. Ну вот, по крайней мере, сейчас еще начало в 10 будет, поэтому вот уже много людей, я смотрю. То есть люди натосковались, наверное? Наверное, да. Дома досиделись. Дистанция выдержана. В масках даже лучшие друзья человека. А те, кто забыл средства защиты дома, мог получить его совершенно бесплатно. Праздничные мероприятия развернулись и на площади советов. Баскетболисты, представители различных единоборств и пиатлонисты демонстрировали отличную спортивную подготовку. Поздравить горожан пришли и первые лица. Губернатор Виктор Томенко и глава Парнаула Вячеслав Франк обошли все национальные деревни и поздравили многонациональный город с праздником. Просим вас в нашу белорусскую карту. Спасибо. Мы так отсюда посмотрим, потому что у нас большая программа. Всех 8 часов надо успеть. Все, вы принимаете гости. Далее их путь лежал под центральной аллеей города. Десятки барнаульцев пожелали сделать памятное фото с губернатором и мэром. Финальной точкой пешей прогулки стала улица Молотобольская. Там, помимо концертной программы, развернулись познавательные выставки. Барнаул ремесленный и Барнаул туристический. Любой желающий мог окунуться в историческое прошлое краевой столицы. Далее по программе выступление знаменитой пилотажной группы Стрижи и праздничный фейерверк. Валентина Аскерова, Александр Антропов. День с толком. Кстати, своя площадка на дне города была и у сибирской медиагруппы. Наш холдинг приготовил свой подарок жителям Барнаула в парке «Лесная сказка». Живые статуи, аниматоры, яркие фотозоны, аквагрим. Одним словом, шоу «Город сказка». В День города на площадке СМГ выступают лучшие коллективы города. В программе даже модные показы. А это проект «Дама с собачкой». Четвероногие со своими хозяйками в ярких костюмах. Мы пришли на День города с Вылесом, с Брюсом Вылесом. И с Фаняшей, самой веселой, активной девочкой. Настроение очень хорошее, позитивное. Мы после выступления выступили очень хорошо. Так что мы самые счастливые. Несмотря на хмурую погоду на площадке «Аншлаг», видно, что люди соскучились по широким праздникам. Соскучились и сами артисты. Все творческие коллективы просто уже не просто соскучились, а безумно рады, что их собрали вместе. Мне кажется, вы сами видите, видите, как радуются, подходят, фотографируются. Около сцены стоят, все смотрят. «Мы с удовольствием пришли сюда. Танцы, песни, собачки понравились. Вот посмотрите, сколько народу. Все с удовольствием сидят и ждут, когда что-то. Потому что вот этот карантин очень надоел всем». «Давай! Молодец! Ещё одна попытка!» Генеральный спонсор шоу – компания «Волчихинские напитки». Уже более 85 лет завод поставляет минеральную воду, лимонады жителям всей Сибири. На дне города компания порадовала и участников конкурсов, которые ушли домой не только с хорошим настроением, но и с подарками. К другим темам. В Барнауле возбудили уголовное дело после гибели семьи в страшном ДТП. Трагедия произошла минувшим вечером на Павловском тракте. Известно, что водитель «Тойоты» протаранил стоящий «КамАЗ», который был задействован в ремонте проезжей части. Погибли 4 человека – водитель, его жена и двое детей. В России правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Кроме того, прокуратура проверит действия дорожников на предмет соблюдения требований ГОСТ при организации дорожного движения в тех местах, где идет ремонт. Пыль, грохот, отлетающие из-под колес камни. Жители села Новороманово Калманского района жалуются на колонны грузовиков, которые ездят через село и днем, и ночью. Почему маршрут спецтехники лежит через этот населенный пункт и перестанут ли когда-нибудь из-за движения крупногабаритного транспорта рушатся дома, узнавала Мария Микшута. И так каждые полчаса жители Новороманово уже шестой год подряд выходят на улицу с опаской. По центральной дороге на Ленина в сутки проезжают около 300 груженных камазов. Перевозят свеклу на черемный сахарный завод. Он летит и отлетает камень, мне в висок, я говорю, ну благо сантиметр от глаза, я могла остаться без глаза. Камни из-под колес летят не только в людей, но и в дома. Местные жители нас заверили, при виде камеры водители сбавляют скорость. Вот и на момент нашего приезда здесь стало спокойнее. Но чаще всего большие грузы проносятся по улице на высокой скорости. От таких гонок трещат по швам не только нервы. Забор высокий, но все равно он попал как-то. Когда отлетел камень? Да уже года два или три назад, два где-то. Несколько лет назад мужчина сделал капитальный ремонт, от которого уже не осталось и следа. Вон угол. Ну вот этот угол пошел, в общем. Все равно даже и подливали фундамент, ну насколько хватит. Как-то так. И все из-за этой тряски. Пыль столбом, постоянные вибрации, грохот – не единственная проблема. По этой дороге дети каждый день ходят в школу. По ней же проезжают камазы. Ограничительных знаков здесь просто нет. Именно гуськом на самом деле. Также у меня еще есть ребенок, который в колясочке. То есть мы идем, если вдруг едут камазы навстречу друг другу, получается, нам приходится. Я стою вот так вот с коляской, сзади держу среднего ребенка, которому 4 года в ноябре исполнится. И старший идет чуть-чуть дальше. Кроме того, шумные автомобили мешают людям спать. Ведь перевозят свеклу камазы круглосуточно. Спать невозможно. В 3, в 4, в 5 утра просыпаешься от того, что ты на краю дивана и уже падаешь с него. Громыхание среди ночи. Представляете, люди по 80 лет громыхания. Маленькие дети. Несколько дней назад одного из водителей подвело колесо. Верные товарищи на трех грузовиках сразу поспешили на помощь. Алло! А ничего, что люди спят! Вот ты стоишь громыхаешь! Едь отсюда по-хорошему! Деды живут! Совесть имейте! Администрация района о проблеме знает. Но пообщаться с жителями чиновники решили как раз на момент приезда нашей съемочной группы. Как они пояснили, раньше урожай возили по железной дороге. Но после того, как у сахарного завода увеличились пассивные площади, в Калманском и Топчихинском районах через Новороманово запустили машины. Говорят, альтернатива есть. Дорога в объезд. Но чтобы по ней могли пройти камазы, нужно провести ремонт полотна. С представителями сахарного завода приняли решение, что они своими силами ее здесь залатают, сделают проезжей. Ну и возможно, я не говорю, что так будет окончательно, но попытаемся мы эти потоки разделить. То есть суда изгруженные, отсюда идут в этом направлении пустые, порожние. В сельсовете нас заверили. Через 10 дней объездной путь приведут в порядок. Ограничивающие скорость знаки установят. Но остановить поток машин ночью, по словам чиновников, не представляется возможным. Иначе встанет производство завода, который ежедневно должен выполнять план. Кроме того, 300 больших грузов в сутки не предел. С конца сентября по ноябрь идет массовая уборка, и транспорта станет в разы больше. Жители села такой ответ не устраивает. Они уверены, что этих мер недостаточно. И это не последний их визит в администрацию района, ведь даже частичная разгрузка не позволит им спокойно спать по ночам и без опаски отправлять детей в школу. Мария Микшута, Андрей Печоркин. День с толком. Он жив и жить будет. Лебедь из Славгорода, потерявший крыло, привыкает к новому дому, к пернатым соседям и учится заново доверять людям. С выжившим познакомилась Анастасия Дороган. Идет охота со всеми вытекающими. Под прицел случайно или намеренно попадают и те, кто имеет все права спокойно летать над Алтаем. Например, лебеди. Стрелять в них запрещено. Эту птицу спасло чудо. Пуля попала в крыло. Затем еще одно чудо, когда его привезли из Славгорода в Барнаул к врачам. Перебит был центральный нерв, раздроблена кость, несущий кровеносный сосуд был разорван. Крыло пришлось ампутировать. Птица его растерянно ищет после операции. Ее она перенесла хорошо. Да нет, вообще не воспринимает ничего такого, что у него чего-то нет. Одни отняли у него жизнь в дикой природе, другие приютили. Всю эту неделю лебедь привыкает к новому дому. Обживается на страусиной ферме. Ходить стал, хорошо водичку пьет, хлюпается. Хорошо, что и кушать стал нормально. Первые дни вообще плохо кушал. Аппетит растет с улучшением самочувствия. Благо птица юная. Этому красавцу нет еще и года. Молодой организм поправляется быстрее, рано заживает. Боли лебедя вряд ли мучают. А вот к равновесию без одного крыла птица пока не привыкла. Косолапит и долго на лапах не стоит. Впрочем, привыкает еще неделю назад дикая птица и к человеческой заботе. Малыш пока боится людей, даже от сотрудников фермы старается уйти. Соседка Индюшка, правда, уже ужился, но за пределы своего вольера за неделю ни разу не вышел. Вместо него за периметр ходит соседка. Она здесь немногим дольше лечит спину. Лебедя в обиду не дает, а храняет о всех. По словам сотрудников фермы, птица имеет все шансы на полноценную жизнь и счастливый брак. Потенциальной невесты есть. Но для этого нужно реабилитироваться. Специалисты говорят, что для спокойного существования здесь птице нужно минимум пару месяцев. После этого ее перенесут в пруд, и у лебедя начнется новая жизнь. У меня на этом все новости. Через несколько секунд о погоде спонсор прогноза компании Валар. До встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok